Что касается дивидендов, акционерного общества, то акционерное общество вправе принимать решение о выплате дивидендов, вправе не принимать решение о выплате дивидендов. Процедура принятия этого решения следующая. Во-первых, только Совет директоров общества вправе вынести на общее собрание акционеров вопрос выплатить дивидендов. Во-вторых, после вынесения вопроса на общее собрание акционеров, соответствующий вопрос, общее собрание акционеров принимает решение в общем порядке. То есть простым большинство голосов голосует либо за, либо против. Соответственно, если проголосуют за, то дивиденды выплачиваются, если нет, то не выплачиваются. Акционерное общество вправе принимать решение о оплате дивидендов как раз в год, так и по итогам каждого квартала. При этом акционеры, особенно владельцы обыкновенных акций, должны иметь в виду, учитывать то, что общество не обязано принимать решение о оплате дивидендов. И в этом случае такое решение общества о невыплате дивидендов совершенно правомерно. Никаких нарушений прав акционеров здесь нет. Другое дело, если акционер владелец привилегированных акций, привилегированные акции – это акции, которые по общему правилу не голосующие, но они могут предоставлять другие права, например, право на выплату фиксированного дивиденда, право на выплату фиксированной ликвидационной стоимости привилегации общества. Дивиденды, ликвидационная стоимость по этим акциям уплачивается до выплаты по обыкновенному акциям. И вот если по акциям установлен фиксированный дивиденд, по привилегированным акциям, то общество должно принять решение о выплате этого дивиденда. Если это решение не будет принято, то привилегированные акции становятся голосующими акциями, то есть получают право голоса по всем вопросам, как и обыкновенные. Такая система защиты установлена. Как может повлиять акционер на принятие решения о выплате дивидендов? На самом деле, влияние не очень сильное в этом вопросе, потому что этот вопрос выносится на общее собрание только по инициативе Совета директоров. То есть, если Совет директоров выносит на общее собрание вопрос о том, что дивиденды не будут, а не выплатить дивидендов, то общее собрание не сможет принять решение о выплате этих дивидендов. Вот такие вот вещи. С другой стороны, если общество уже приняло решение, объявило о выплате дивидендов, то оно эти дивиденды выплатить обязано, и тут уже акционер вправе требовать от общества выплату этих дивидендов в сроке, установленных законом. И, соответственно, если общество не уплачивает, праве обращаться в суд. Вопрос о выплате дивидендов в первую очередь зависит от Совета директоров, только который и вправе вынести этот вопрос на решение общего собрания. Общее собрание, в частности, не может выплатить дивиденды больше той суммы, которую порекомендует Совет директоров. Это связано с тем, что Совет директоров ближе к непосредственно к естественной деятельности общества. Соответственно, он видит, есть ли общество прибыль, нет ли общества прибыли. То есть какое финансовое состояние может быть лучше, по его мнению, направить прибыль не на выплату дивидендов, а на развитие производства акционерного общества, вложить в хозяйственную деятельность. Выдвигать своих кандидатов в совет директоров, это, конечно, правильно, это нужно, но это в любом случае, это не гарантия того, что общество будет уплачивать дивиденды. Для этого нужно две вещи. Во-первых, чтобы общество было прибыль, и во-вторых, чтобы совет директоров принял решение о выплате дивидендов, о внесении на общее собрание опроса о выплате дивидендов. Соответственно, если в обществе, в совете директоров только один директор, вставлять на витальных акционеров, то ему будет очень сложно управлять на совет директоров, чтобы совет директоров принял нужное решение. Безусловно, право участвовать в общем собрании акционеров, это одно из важнейших прав, которые представляют акции. И от того, какие решения будут приниматься на общем собрании акционеров, напрямую зависит результат деятельности общества. Соответственно, если акционер хочет, даже если он рассчитывает только на получение хороших дивидендов, например, или каких-то таких вещей, то в любом случае ему следует приходить на общее собрание голосовать, потому что от его решения зависит вся деятельность общества, кто будет стоять в руководстве общества, какие решения будут приниматься, насколько они будут компетентны. Он в какой-то части, в какой-то мере в любом случае может на это поглиять, в тему части в общем собрании.